Это устарело. Это то, что делает ваш макияж несовременным и добавляет вам возраста. Об этих продуктах будет сегодняшнее видео. Привет, YouTube! Меня зовут Полина, и добро пожаловать на мой YouTube-канал. И подготовила для вас видео продуктов, которые уже устарели, и в макияже их лучше не использовать. Также я вам подскажу, как их не выбрасывать, а, например, найти им новое средство применения. Кто еще не подписан на мой YouTube-канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Обязательно в комментариях напишите, какие из продуктов, которые будут в этом видео, есть у вас в косметичке. Наверное, начну с тонального крема, потому что это тот продукт, который задает тон всему остальному. Так вот, плотные тональные основы канули в лето. Сейчас идет тренд на максимальную естественность. Мы их оставляем только для каких-то съемок, для повседневной жизни, для повседневного макияжа. Они абсолютно не годятся, потому что выглядят просто какой-то маской на лице. Я не стала приводить в пример какие-то определенные марки, так как это очень все индивидуально. Но если у вас есть очень плотный тональный крем, не используйте его в повседневной жизни. Он будет вам добавлять возраста, так как будет подчеркивать текстуру кожи. Он будет забиваться в морщинки, лучше заменить плотные тональные текстуры на текстуры полегче. И воспользоваться консилером, который вам точечно прикроет какие-то недостатки. Продукт, который невероятно популярен. И он действительно работающий, но тренды меняются. И выглядит он сейчас на лице абсолютно неактуально. Это серая коррекция лица. Да-да, это любимые моделировщики, которые добавляют серую тень. И выглядит это очень неестественно. Если же вы используете такие продукты, то обязательно добавляйте какой-то бронзер на лицо, чтобы личико выглядело свежим. Самый, наверное, нашумевший продукт, это, конечно же, мак в оттенке taupe, либо румяна гармонии, которые в одно время просто взорвали интернет. Какой цвет добавляет лицу серого оттенка. И это абсолютно не освежает. Я бы такие продукты оставила использовать в качестве теней. Если у вас какая-то видеосъемка, если у вас вечерний макияж, то, конечно, эти продукты можно использовать. Но в дневном макияже лучше оставить для глаз. Хайлайтер, который в макияже очень многие полюбили, и он продолжает не сдавать свои позиции, только видоизменяется текстура. Время хайлайтеров, которые имеют разный цвет, зеленый, синий, голубой, канули в лето. Эти хайлайтеры абсолютно не украшают личико. Да, они классно будут смотреться на видеосъемке. Если у вас какая-то стилизованная фотография, то это будет отлично. Но в повседневной жизни розовый либо синий хайлайтер смотрится очень естественно и более того подчеркивает текстуру кожи. Однозначно хайлайтеры, которые сияют из космоса, также канули в лето. И дабы не выбрасывать такие продукты, я вам предлагаю их использовать в качестве теней на глаза. Для этих целей оставьте максимально натуральную гамму золотистая, цвета шампанского и которые имеют максимально легкую текстуру. Такие, которые не будут подчеркивать вам текстуру кожи, не будут подчеркивать морщинки и будут придавать такой легкий блик. Я бы, возможно, дала предпочтение кремовым продуктам, но здесь выбирайте на свое усмотрение. Вот такие рассыпчатые пигменты, особенно от бренда Inglot до Ахромы, также канули в лето по причине, что макияж изменился и ушел суперсложный макияж. Когда мы добавляли миллиард просто оттенков на глаза, такие сложные макияжи мы уже не используем. Мы не используем рассыпчатые пигменты очень крупного помола. Мы отдаем предпочтение более спрессованным продуктам, которые нам придают такой легкий влажный эффект и при этом не тяжело смотрятся на веке. Это также важно, чтобы не утяжелить макияж в целом. Я не могу обойти это стороной. Мы вообще не используем вот такие странные оттенки на губах. Потому что я помню, был тренд несколько лет назад, когда выходили странные вот такие цвета, помад, и мы все красили ими губы зеленые, синие. И если это не ваша часть какого-то стиля, то это очень мало людей украшает в силу того, что эти оттенки, это оттенки как будто у вас посинели губы. И лучше эти продукты матовые использовать в качестве подложки теней, нежели на губах. На губах отдавайте предпочтение максимально освежающим натуральным оттенкам. Это будет смотреться намного лучше. Сюда же, раз мы говорим про помады, не могу не отметить матовую помаду. Конечно, легендарнейший 07 цвет красный. И все прекрасно в этом цвете, кроме того, что текстура устарела. Супер матовые помады, которые подчеркивают текстуру кожи, мы не используем. Они смотрятся очень неестественно. Эта текстура была актуальна 5 лет тому назад, когда косметический рынок не имел такого разнообразия продуктов. Сейчас же есть стойкие помады, которые не сушат так сильно губы, которые в течение дня будут отлично носиться. И смотрятся сейчас это уже устаревшим. Я вам предлагаю ее также не выбрасывать, а, например, использовать в качестве стрелочки на глазки. Вы можете взять тоненькую кисточку и использовать ее как второй слой. Ведь цветные стрелки, особенно летом, очень актуальны. Помадки для бровей, которые также устарели, так как мы не рисуем графичные брови. Бровь у нас сейчас очень легкая, пушистая, воздушная. И, к сожалению, помадкой для бровей вы получаете графичную бровь. И действительно, они привернули мир макияжа в свое время. Это просто был какой-то ноу-хау. Я вам предлагаю их на время отложить и посмотреть в сторону карандашей, теней и фломастеров для бровей, которые нам дадут идеально прорисованную бровь, которая будет имитировать волоски. И вы будете выглядеть намного свежее. Я не могу не затронуть тему теней. Конечно, тени где-то видоизменяются, но палетки, которые содержат 125 тысяч теней, канули в лето. Максимально натуральные оттенки, максимально щелковистые текстуры. Это все как нельзя сейчас актуально. И вот такие палетки, которые содержат много оттенков, казалось бы, одного цвета, при тушевке, все равно превращаются в грязь. Лучше иметь какую-то одну палетку натуральных оттенков, нежели вот такие палетки, которые содержат миллиард оттенков. Наше видео подходит к концу. Если вы у себя в косметичке нашли какие-то текстуры, либо продукты, о которых я сегодня рассказывала, обязательно напишите мне в комментариях. Я за то, чтобы ваш макияж был максимально натуральным, свежим и трендовым. И подчеркивал ваши лучшие стороны. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь. И, конечно же, до новых встреч. Пока!